Обязательно посмотри перед батлом работы судей. Чем больше в судьях адептов данного направления, то направление и побеждает, вот и всё. Я помню, как я там за Ворониным наблюдал в инстаграме, и я понимаю, что ну я всё, без модели, типа, а мне завтра уже выступать идти. Ты меня доебаться так никто не сможет, как я сам до себя. Я даже специально говорю, типа, вот давайте уёбищных моделей найдём каких-нибудь, вот чтобы там набор был, а я ещё его не подстриг, но я уже недоволен. Блядь, а стоим на хулинию веса, блядь? И подфилируем её чуть-чуть. Я ножничками вот так два раза сделал. Да-да-да, и всё. Конечно, я там чемпион мира по перегоранию был. Сколько у тебя стоит стрижка? Что, всем привет. Сегодня я и Наталья Сычёва, внезапно появившаяся в нашем подкасте, будем общаться с Богданом Бородиным о том, что нас парит в мире барберинга, о том, что мы любим в мире барберинга, и то, что не любим, возможно, в мире барберинга. Парит, но не запаривает. Да. Так, Богдан Бородин, яркий представитель стиля олдскул из Екатеринбурга, директор Академии Мануфактура. Что ещё я по твоей институте видел? Международный преподаватель. Ты ездил в Бразилию, сегодня расскажешь об этом подробнее. Да, у меня есть интересный опыт по поездке в Нидерланды, в схором, в их академию, даже там небольшой мастер-класс им удалось провести. Поездка в Бразилию у меня была, да, я там провёл много мастер-классов, то есть была возможность познакомиться вообще с другой культурой, немножко как бы не с нашим барберингом вообще, в принципе, да. Я на данный момент являюсь барбером, практикующим. Амбассадором. Брэнда Рузел, работаю с ними на протяжении шести лет. Вот, я один из первых амбассадоров в России. И занимаюсь сейчас преподавательской деятельностью. А также Наталья Сычёва, моя коллега из тайги, победитель прошлого года майн-стейджа в номинации удлинённой стрижки, амбассадор Просека. Сейчас нужно появиться. Сейчас нужно искать. Да, я сразу же про конкурсы вспомнил, что я в 2019 году выиграл Russian Barber Week. Точно, победитель в номинации стрижки в стиле Old School, да. И я, Олёк Минский Егор. Ты шеф-повар подкастов барберских. Отлично. Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, кстати. Второе место в фейдах на майн-стейдж. Конечно, сегодня мы будем общаться в первую очередь про Old School, тема, которая тебе наиболее знакома, наиболее близка. И знаю, что меня в первую очередь волнует. Почему именно Old School? У меня... Я сейчас просто подводочку небольшую сделаю. 21-й год, РБВ, Барбер Кинг. Я хожу, трясусь перед своей номинацией Fade. Вот такой вот на нервах весь, двигаюсь там по локации. И попутно идет батл Old School'щиков. И я тогда удивился, что это вообще какая-то отдельная субкультура в мире барберинга. Барберы сами как субкультура в мире парикмахерских вот этих искусств. И Old School'щики, вот эти ребята в костюмах, которые с пивасом стоят на баттле, стригут на расслабоне стрижки. Я тогда прям поразился. Почему именно Old School? Ну, во-первых, ты хорошо заметил о том, что это реально... Первое мое знакомство с этим произошло вот в 17-м году, когда я также на РБВ приехал. Для меня... Я смотрю на стенд. По-моему, Рузеловский стенд тогда уже был. И там были вот эти все... Это были не типа барберы, это были какие-то персонажи. Типа все. Из каких-то там вот этих американских фильмов. Вот эти все причёсанные. Кто-то с такими усами, короче, вот. И всё это выглядело так стилёво. Я тогда очень впечатлился сам по себе. Но, опять же, мне эстетически это очень близко самому. Но именно так себя, например, я сам себя не чувствую. Мне просто нравится эта культура. То есть я её на себя не проецирую, но создавать её мне очень типа нравится само по себе. Блин, ну не соглашусь, все батлы, которые ты судил, это всегда... Вот я замечаю, такой Богдан Бородин стоит в костюме, в рубашке, постоянно на стиле. Ну, типа, это же уже совсем такой... В современной обложке, так скажем. Ну да, тем не менее. Это не совсем не олд-олд. Типа как вот ребята, которые совсем прутся по олдскулу. Это обычно у них и стиль жизни, и помимо стрижек ещё и стиль жизни. То есть они так и одеваются, у них всегда какие-то винтажные шмотки и всё. Я так всегда на грани, короче говоря, стараюсь находиться. Ну и просто я выгляжу как пиздюк, и у меня в костюме хотя бы хоть как-то получается выглядеть хорошо. Вот как-то копались до истины. Ну и плюс мне это всегда нравилось. Типа я, наверное, на самом деле в барберинг пришёл благодаря вот этому увлечению, вот шмотками, грубо говоря. Ну вот я там сидел раньше в пабликах постоянно, вот всяких ещё в ВКонтакте, типа захоронял всякие фоточки, типа там связано вот это было всё со всякими костюмами. Ну и стрижки были частью этого всего, и я про барберинг оттуда узнал. Вот, и, например, я даже недавно заглядывал к себе в сохранёнки ВКонтакте, и там были реально примерно те же самые костюмы, в которых я сейчас хожу. Это, ну, мне было интересно даже сейчас провести параллель. Что касается с точки зрения нашей работы, да, почему олдскул вообще в принципе, первое моё впечатление было об этом направлении такое, что какого хрена волосы могут лежать так ровно? Почему, когда я их причесываю или стригу, как мне говорили, ровно стригу, они так не ложатся? Какого нахрен вообще происходит? Вот, как так может быть? И на самом деле меня больше всего это впечатляло, ведь нас учат изначально стричь ровно, разделять ровно, оттягивать ровно, срезать ровно, всё делать ровно, геометрично, а потом мы берём вот так вот, набрасываем пудрой и вот так вот делаем, и непонятно, что мы там делали, геометрично, не геометрично, ровно, не ровно. Мы какую-то чёткую, типа, свою работу не можем выразить именно в точности, конкретно в укладке, да, на финише уже. А в олдскуле как раз-таки мне нравилось, что я могу показать именно, ну, насколько я, как бы, мастер точных стрижек, так, если можно так сказать, потому что там поначалу может казаться, что, типа, да чё там, расфилировали, да подмазали, потом вычёт. Меня удивили эти видосы в своё время от Рузл, где он стрижёт достаточно чётко графично, и потом берёт филера, и просто на полторяде херачит этими филерами. Был такой стереотип про филера, что это для дурачков инструмент. Ну, это же, типа, пережитки всё прошлого. Ну, к счастью. Вот, из разряда я просто примерно понимаю, откуда это приходит. То есть, допустим, возьмём, там, да, вот когда у нас, типа, просто была такая, уже после 90-х, наверное, да, просто парикмахерская индустрия, тётеньки просто хуячили, там, для денег в парёхах, и, допустим, для того, чтобы стричь филеровками, не надо, типа, иметь большой навык какой-то, а ты просто берёшь, типа, он говорит, умнее объём убрать, и ты под корень просто пам-пам-пам, всё стало поменьше. Для насадки филера, как мы товарищи говорим. Стало поменьше вроде объёма, но ты и ничего не отстригла лишнего, лесенок не осталось, и всё. Ну да, чувак, потом одуванчик, через неделю хрен с ним. И это же, по сути, ну, как сказать, ну, неграмотное применение инструмента. А затем, ну, так как этого повсеместно больше и больше становилось, и это всё так же начинали использовать всё чаще, естественно, отсюда, мне кажется, и вырос этот стереотип о том, что, типа, это непрофессионально. Вот только потому, что использовали это неверно, типа, неправильно, не владея какой-либо там информацией. Хотя это просто один из приёмов проработки волос, не более того. До сих пор клиенты часто просят, новые особенно. А ты там филерами, типа, пройдись, чтобы объёма меньше стало. Ну да, да, да. Я каждый раз в охуе нахожусь. Да, видишь, какой... Надо как мастер по удлинёнкам расскажите. Боль моя. Видишь, какой они след оставили, типа. До сих пор, да. Есть такое. И есть мастеражи, которые вообще не используют, ну, категорично филировочные ножницы. Есть у меня коллеги такие, Это я первые три года с филерами. Я первые два года не стрикфилировками вообще, всё стрик прямыми. Какой инструмент вообще для парёх? На самом деле я не стрик... Не стрик, не помню почему. На самом деле у меня не было какого-то конкретного убеждения. Скорее всего, я просто не знал даже о каких-то вещах в то время. Но я зато за это время очень научился делать всё чисто прямыми. И тушевать очень хорошо научился. И ручную работу научился делать в первую очередь. Это дало как бы в плане качества очень хорошую базу, если так можно сказать. А потом уже ты как бы когда тебе уже без разницы, чем срезать волосы машинкой или ножницами. То есть, да-да же, если ты ножницами можешь сделать всё, значит, ты можешь всем всё сделать, всё. Ты типа взломал систему, ты уже понимаешь, как форма работает, короче говоря. Вот. И как бы это сейчас вот же контрастирует. Сейчас же мало людей, кто тушует прямыми, например, всю стрижку можешь выполнить. На учёбу приходишь, и все привыкли к тому, что, блядь, оставим на хулинию веса, блядь, и подфилеруем её чуть-чуть, и всё, типа, и так сойдёт. У нас сейчас, по-моему, по-другому уже. Сейчас что-то больше... Что там сейчас вообще на базе происходит? Ну, тушёвка, база. Тушёвка — это база. Ну, я филера даю, немножко даю уже. Студентам, которые, я вижу, что они адекватно с ними могут справиться, а не просто вот как раз делать одуван. Вот. А немного поработать с ними грамотно, когда я уже понимаю, для чего это нужно, этот нужен инструмент, какие техники использовать. Тогда, да, можно добавить немного. Я помню, что два года назад ко мне подошёл парень на базовом курсе, говорит, я нахера я филеровочные ножницы купил. Ну, то есть он за курс ничего ими не сделал. И вот мы тогда задумались, что, наверное, инструмента надо как-то раскрыть по-другому. Да, да, да. Что у нас тогда даже мастера этим не пользовались. Расскажи про Рузел, как ты стал амбассадором? Это стало... Как ты съездил в Нидерланды? Что увидел там? Ну, до Нидерландов там ещё такой путь был достаточно долгий. В 2017 году я проходил кастинг на Russian Barber Week лично у Лина с Бертусом. Они первый раз приезжали в Россию, и на то время их только... Ну, что, мы только на Ютубе их смотрели, как каких-то, типа, икон барберинга, да, которые тут в небо спустились к нам. Вот. И тогда я ничего не знал про World School абсолютно. И там вот я, например, наблюдал за работой Дмитрия Болова из барбершопа «Диапотек» сейчас, Сантьяго Грин, Александр Шкляев. Это ребята, которые работали в World School направлении на то время. Тогда было достаточно мало. И они были такими референсами определёнными. Для меня я пытался просто повторить примерно как бы их почерк, так скажем. Я единственное, что я на тот момент знал, что если три с диагоналями от лица, то волосы лягут назад. Вот. Уже неплохо. Вот. И я просто там пытался что-то вмазать, кучу продукта, и как-то это всё вычесать, короче говоря. Вот. Кастинг проходил таким образом, что надо было сначала организаторам скинуть, типа, свой Инстаграм. Если там были работы в похожем направлении, то тебя, типа, одобряли, и ты, типа, мог пройти уже кастинг лично. Вот. На кастинг ты должен был прийти с уже подстриженным чуваком. С днём. Без укладки. И они смотрели, типа, твою стрижку, и потом ты должен был сделать укладку. Рассказать что-то про продукты, наверное. Нет, ничего не надо было тогда. Они просто вот подходили, расчёсывали волосы туда-сюда, обратно, что-то там окантовку смотрели, и ты потом делал укладку. Вот. Потом они это всё оценивали, и тогда человек 20, наверное, был, может быть, на кастинге. Ну, для меня тогда казалось, что много, короче, народу было, честно, по количеству не скажу, но тогда прошло только в итоге трое. Все из России были или нет? Да, да, да. Нет, это было в Москве, понятное дело, что это, типа, было для России всё сделано специально. Вот. И тогда, уже после, мне надо было сдавать презентацию по косметике. Вот это было для меня сложнее, чем про стрижку, потому что мне надо было там стоять, разговаривать, что-то рассказывать там про продукты, а для меня это было самое тяжёлое, потому что я как бы сам по себе как бы всегда боялся выступать где-то, что-то рассказывать на публике. Страх публичных выступлений, он там один из самых страшных. После страха смерти где-то. На самом деле, я никогда не выходил там к доске в школе, я там всегда гасился от всего абсолютно, я никогда... Ну, в общем, для меня это было как бы страшно и неприятно. Вот. И я никогда этого не делал, а тут мне сказали, что мне ещё надо что-то рассказывать будет. Но это ещё ладно, я презентацию, ты просто стоишь на камеру, рассказываешь. Это как бы было первый раз, конечно, очень сложно, учитывая, что тогда в линейке было 15 продуктов всего лишь, то сейчас в линейке 34, по-моему, если не больше их. Ну, это, понимаешь, да, масштабы презентации тогда и сейчас. Я тогда вспоминаю и думаю, я что это выучить, что ли? Вот. Но я после работы прям помню, что я сидел, учил прям это всё. Но самый такой был момент тяжёлый, мне надо было, оказалось, что они мне предложили стать тренером, проводить уже презентации по косметике. Вот, а чтобы стать тренером, надо было ехать в Симушку и там сдавать, типа, перед всеми презентацию. Лично уже, типа, прям выступать. Это не на камеру что-то там записывать, вот. Ну, и там-то я бы сданул, конечно, конкретно. Лично перед российским отделением? Ну, да-да-да-да-да, там перед директорами, джинами, и тогда вот у нас главный тренер ещё был. Я так заготовился там где-то на протяжении полутора месяцев, наверное, но в итоге потом там под коньячком сдал это всё. Всё-таки было, было, да? Да-да-да, первые, да, были, потому что очень сложно было всё это перебороть. Мне даже было сложно изначально научиться общаться с клиентами просто, то есть до такой степени. То есть я такой был всегда закрытый достаточно, и я не из тех вот типа мастеров радио, которые просто заводятся и вот до конца стрижки не затыкаются. Вот это мне приходилось как-то в себе воспитывать, короче говоря, и преодолевать. Вот, и сейчас, сейчас как бы это всё превратилось вообще в мастер-классы, и сложно даже поверить, что вообще со мной это произошло в принципе. Действительно, прокачал. Ну да-да-да, наверное, да. Ну работа с клиентом, в принципе, вот эта общительная часть, она нарабатывается. Ну да-да-да, позорно. Первые два года меня колбасил от каждого клиента, вот так выходил и чисто разговорами брал в основном. Я находил тему, за которую можно было зацепиться, что-то интересовался и так далее, а сейчас это уже происходит просто само. Ну да-да, и, конечно, ты потому что уже по скриптам работаешь, которые у тебя уже на подкорке просто сидят, типа и всё, тебя уже не напрягает. А раньше ты постоянно думаешь, что сделать, что сказать, а это что там. А он смотрит и молчит. Да-да-да-да, и ты всегда ещё думаешь, что он наверняка что-то знает про стрижку, хотя это абсолютно не так. И ты постоянно, типа, подвергаешь сомнению свои действия, хотя, типа, там вообще никто, кроме тебя, в них не разбирается в процессе. Ну, в моменте ещё может научить тебя стричь. Да-да-да-да, ещё может научить вертеться, смотреть, что там происходит. Это дичь, когда ещё может машинку взять. Да, когда ты не уверен. Для такого не было. Я просто увидела у коллегу, как будто я... Когда ты не уверен и молот, типа, конечно, это всегда бьёт. Насчёт олдскула в России. Как это направление, в принципе, сейчас развивается? Я заметил, что на последнем мейнстейже не было номинации олдскул. Последний раз она была на... Сейчас как-то всё движется в сторону просто каких-то удлинёнок общего понятия. Ну, начнём с того, что и на первом мейнстейже не было олдскул. Вообще на этом фестивале не было ничего олдскульного, кроме какого-то, возможно, одного выступления, когда Илья Брянцев с Олей выступали. И всё на первом ещё. В Питере. Потом больше не было ничего этого. Но с ребятами, которые, например, увлекаются этим, чувствуя, например, по тому, как ко мне периодически обращаются с такими запросами, то с этим всё хорошо. Гораздо лучше, чем было раньше. Для меня раньше это было. Да и для всех. В 2017-2018 году это направление было просто для фриков каких-то. Типа просто для... Ну, как бы, типа такая... Для делать персонажей, короче, из людей в основном. А сейчас очень много людей этим увлекается. Но, опять же, тот олдскул, который показывали тогда, и тот, который, например, я транслирую сейчас, это немножко разные вещи. Он модернизировался. Да, ну, то есть я бы не сказал, что у меня прям, типа, олдскул, олдскул прям совсем. То есть я вот, наверное, поймал такую золотую середину между кучей укладки, да, и, например, типа, более какими-то более естественными ноги метричными формами. Это у меня просто получилось случайно, потому что раньше я любил мазать кучу продукта. Всё это здорово, вся эта культура мне очень нравилась. Вот дайте мне возможность только полбанки вмазать и потом полчаса вычёсывать. Да-да-да, с удовольствием. Вот так вот, и у меня пальцы, я охерел тогда. На две фаланги обязательно надо залезть в банку. Вот столько. Вот, главное нанести продукт от корней до концов, чтобы не осталось вообще свободного места там нигде. Тогда всё будет хорошо. Потом я заметил просто, что, как бы, скилл рос, и работы начали получаться гораздо чище без продуктов. Со стороны клиентов как ты это преподносишь своим постоянникам? На самом деле всё, что мы делаем, всё, что мы показываем, какую-то, допустим, излишнюю геометрию на тех же видео, на фотографиях, какую-то там сверхточность нашу, это всё больше всё равно сделано для, так скажем, того, продемонстрировать, короче, скиллы свои. И это всё делается там с помощью, ну, естественно, и стрижки, правильно, и укладки, самое главное, да, именно в укладке мы раскрываем стрижку. Но я стараюсь делать всегда так, чтобы это можно было ручками быстренько поправить, и это бы распалось, типа, достаточно красиво, и всё. И чтобы у него была возможность и пойти, собственно говоря, в формате шторок это всё поносить неуложенным, и в формате, собственно говоря, если он захотел это всё уложить сам по себе. Но я очень много уделяю внимания тому, как я рассказываю потом, как с этим жить и как, собственно, орудовать феном в этом вопросе. Я прям досконально беру и показываю им по шагам, типа, что с этим делать, вот. И я раньше так же, как большинство, думал, что, ну, а что, типа, блядь, какие-то предложу, это какой-то пиздец, типа, это очень сложно. Да вот, мне вот этот вопрос интересует. Это сложно, как я вот это буду делать. На самом деле подстриженная, допустим, да, монолитная форма, она превращается вот в эту монолитную форму при просто расчесывании её расческой. Одним движением. Это может сделать ли мастер и клиент. Без тоника, без... Ну, да, 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 да. Допустим, ты там феном подуешь, они ровненько лягут, потому что они там уже правильно прострижены и лёгкие, облегчённые, вот. А вот выложить, например, какую-то определённую, типа, текстуру, да, что, например, уже касается каких-то олдскульных стрижек, вот так вот ручками уже не получается, типа. Вот здесь это у нас уже только лачком и пальчиками выкладывается, вот. Соответственно, на самом-то деле оказывается, что вот в этих всех монолитных историях-то настоящего больше, чем, собственно говоря, в выложенной по пряткам текстуре. Ещё есть интересный момент о том, что монолитную форму можно уложить текстурно. И она достаточно сама по себе и подвижная, и вариативная. В Инстаграме как будто всё равно сейчас и настоящего всё меньше становится. Да, картинка растёт, уровень всех растёт, и никто... Недостаточно уже просто взять, достать телефон, клацнуть на, типа, три четверти чувака и, типа, выложить. Да, сейчас уровень. В принципе, фотографии вырос. Последний конкурс от MainStage онлайн. Вот листал, работы смотрели? Сумышечие вообще. Просто удлинёнки там, женские какие-то стрижки. Да-да-да, я тоже как залезла, посмотрела, там действительно... Я видел просто так вот у знакомых, вот кто выкладывал, Камена, которые они десятку отобрали финалистов. Не, не видел этого. Вообще, зверские работы. И тем больше удивляют комментарии. Люди недовольны всем просто. Всё не нравится, всё говно. Да не, ну это так всегда было, знаешь, типа, вот для меня, на меня впечатление самое большое произвёл вот Барбер Кинг в Сокольниках. А, в Сокольниках, вот он проходил. Вот, в 2019 году он был. И тогда это... Вот сейчас я понимаю, что это запредельный уровень какой-то организации был на то время. И когда Барбер Кинг перестал постоянно проходить, все начали сейчас пробовать какие-то делать сами фестивали, и оказывается, не хочется. Как сложно, да? Типа, очень сложно всё организовать, а ещё постоянно будут недовольные люди какие-то. Ещё кого-то привезти. И даже тогда, когда была охуенная организация, люди всё равно были недовольны. Поэтому, да какая разница, типа, главное просто классно провести время. Либо ты участвуешь, либо ты просто приходишь тусоваться, либо ты выступаешь там на сцене уже. Всегда кто-то чем-то будет недоволен, и всегда будут проигравшие, всегда будут те, кто победил, типа, знаешь. Но никто же из тех победителей не скажет, что дуй, плють, я выиграл, но было какое-то говно. Слышали такое, когда тебя нет? Ну, блин, чтобы прям выиграть и было говно, такого нет. Вот именно. Типа, победитель никогда не скажет, что всё было как-то не очень. Всегда очень. Да, да. Победители не судят обычно. Вот в чём дело. Я тебе говорю, как человек, который до, как бы, своей вот победы на РБВ пять раз проигрывал. До этого, вот. И отлично знаю другую сторону, да. Проигрывал, занимал что-то, входил в тройку. Да, типа, для меня всё, что не первое, всё проиграл. Ну, что-то там было, типа, в тройку, там, не в тройку. Вот такие вот моменты были. Какой серия уже? У тебя уже, да. Четыре фестиваля. Надо добить. Вот сейчас на пятый поеду. Вот, это окей. Каждый раз это было больно, и каждый раз это взращивало очень сильно. И возьмём период подготовки к выступлению. Допустим, мы начинаем, как самые ответственные люди, готовятся всего лишь за месяц выступления. Но готовимся мы первые две недели за месяц у себя только в голове. Потом прокрастинируем. Да. И за этот месяц, если ты очень хорошо, типа, постарался, то ты за этот месяц вырастаешь настолько, что месяц назад ты был абсолютно на другом уровне, и всего лишь месяц, прикинь, проходит, и ты уже левелапнулся сам по себе. А ты просто чуть-чуть побольше постарался за это время. Да, ты поучаствовал, может, выиграл, может, проиграл. Короче говоря, ты всё равно остался в выигрыше. Даже если ты проиграл, ты всё равно вкачал себя, типа, за это время. Допустим, тебя хреново оценили. Вот, например, как со мной такое было. То я, например, использовал это как топливо определённое, да, чтобы дальше, короче говоря, бомбить и делать ещё круче. И у меня был в 2018 году, я там во всех номинациях, в которых участвовал на РБВ, я проиграл. Вот, и я тогда помню, что я такой очень расстроился, там на всех на свете обиделся, короче говоря, всё, иду такой вот с коллегой, со своим что-то идём, мы молчим всю дорогу, прям, знаешь, и всё. И я потом такой, блядь, они всё хуеют вообще, на следующий год. Вот. Ну и так и получилось. Но я там тоже до последнего, на самом деле, не хотел участвовать в 2019 году тоже, и как бы там на меня даже под конец надавили. Ну и я, в общем, все эти обидки откинул, и не зря, видимо, всё-таки поучаствовал, и всё получилось в итоге. И очень сложно, участвуя, ну и, конечно, вкладываясь в это полностью, проигрывая, не воспринимать это всё на личный счёт. Потому что это же не спорт. Это очень субъективная хуйня, на самом деле. Особенно оценивание стрижек. Да, стрижки, типа, допустим, вот прикиньте, мы возьмём три стрижки в разных направлениях, допустим, там номинация будет открытая, да, какая-то свободная. Фристайл. Да-да-да, представляешь, представляешь, три стрижки в разных направлениях будут выполнены идеально. Ну, типа, с очень хорошим качеством. Вот как ты будешь сравнивать это всё. А я скажу, как это обычно происходит так, чем больше в судьях адептов данного направления, то направление и побеждает. Вот и всё. Начинается, ну, фактор личных предпочтений. Всё. Сегодня судье нравится это направление или нравится, как там модель выглядит, он побеждает, завтра тот побеждает. В общем, это сложно понять, когда ты участвуешь и вкладываешься сам полностью, ты думаешь, что ты сам, типа, виноват или тебя плохо как-то оценили, и, типа, твоя работа лучше всех и всё такое. Вот. На самом деле оценивали просто вот стрижку, и так вот получилось. Это надо просто дальше... Либо ты дальше пробуешь и дальше качаешься, типа, и на этом получаешь какие-то пруфы, да, определенные. Либо ты, как бы, обижаешься, на всех ничего не делаешь, ничего не получаешь. И не растёшь. Вот и всё. Да-да-да. Такой вот ступор сам по себе случается. Есть такая тема, кто-то мне рассказал про то, что обязательно посмотри перед батлом работы судей. Ты берёшь прям список судей, там есть вот там Юра Шевелл, Виталий Пименов, Николай Генералов, смотришь их топовые работы, и в каком направлении они конкретно двигаются. И зеркалишь просто эти работы. Ты бегал или ты к такому? А я не участвовал, кроме ноутскула, никогда ни в чём, поэтому... Ноутскул же, он тоже может чуть разниться, наверное. Знаешь... Есть же какой-то почерк определённый. Есть почерк, но он у всех свой, и ты как бы всё равно... Ты не сможешь повторить чужой почерк. Типа ты либо как бы показываешь свой, либо ты под кого-то косишь, и у тебя плохо получается. Вот. Понимаешь, да? Но все мы изначально используем как референсы работы других людей, на которых мы как бы смотрим, чьё качество нам нравится. И уже из совокупности там всех обучений, которые мы когда-либо прошли, из нашей насмотренности, у нас собственный почерк рождается. Вот как, например, было у меня. Там нет конкретно кого-то, кого я могу выделить, кто вот это вот всё вложил там, да? И у всех на самом деле... Всех по чуть-чуть. У-у-у, вот я думал тут, а в чём разница? Типа, ну вот улскульщики все, блядя, но и тоже делают, да, грубо говоря, там что там... Круглая градуировка. Сайдпартфлотоп, типа, да-да-да-да-да. Но на самом деле, если вот внимательно очень посмотреть, у всех абсолютно разные пропорции распределения объёма. Абсолютно разные. А там уже как тебе эстетичнее, ближе, того ты больше всего принимаешь на самом деле. Но это не значит, что у кого-то хуже или лучше, это просто разное видение абсолютно. Ты очень тонко подметил про то, как растёшь во время подготовки к баттлам. Я это сильно заметил и по себе. Я участвовал в четырёх баттлах, три ничего не занимал, на последнем второе занял, вот сейчас опять поеду. И я замечал это по Наташе, которая из баттлов баттл там очень быстро росла. А сколько ты стрижёшь? Четыре? Меньше, три с половиной года. Три с половиной года человек вот выиграл уже в линёночке. Причём очень уверенно и заслуженно, как я считаю. Ну это вот как раз из того, что типа не выиграла, и в первый раз хочется ещё и добиться. Ну ладно, не выиграла, бля. Трекие место, потом трекие место. Второе. Второе. Ну, было, было. Это уже хороший результат. Действительно растёшь. И вы правильно сказали про подготовку к мэнстейджу. Я готовилась, ну не за месяц, то есть тут я подошла суперосновательно. За полгода я летала в Москву, стригла модель, то есть я изначально знала всё, как будет. Ну вот видишь, типа, это же всё равно определённая подготовка была. Вообще, идти на любой батл с моделью, которую ты никогда в жизни не стриг, это очень хуёвая идея, типа, не надейтесь на это. Но есть проблема в том, что, допустим, Russian Barber Week всегда проходил в Москве, а я, например, из Екатеринбурга, и что, я модель повезу, что ли, с собой, типа, ну это как бы так финансово очень, да, впадывает. И на самом деле у меня, типа, всегда приходилось какого-то чувака искать там и стричь его, просто первый раз видя его. Вот и всё. Вот в чём дело. И вот я Наташа рассказывал, как у меня было, например, с последним. Я за два дня где-то до конца подачи заявок быстро набрал модель, которая мне ответила, подстрикала, выложил, прошёл в полуфинал, получается, ну или финал номинаций. Потом я нашёл одного чувака, он у меня слился. Потом я нашёл второго чувака, он у меня слился за два дня, а я уже там такие идеи придумал, всё, я там буду делать вот так, и там всё будет вообще супер, там Вертус, там референсы везде всё насмотрел. И в итоге за два дня он мне пишет, что он не придёт. Ну хотя бы за два дня. Да-да-да. Хотя бы за два дня, всё равно плохо. Я вспоминаю, что у меня клиент переехал в Москву, я приезжаю в Москву, говорю, давай встретимся типа за день уже до выступления. Он ко мне приходит, и у него там очень всё печально настрижено, и я понимаю, что я всё без модели, типа, а мне завтра уже выступать идти. Вот. И у меня был коллега, Баха, который тоже тогда участвовал в Фэйде, и у него тоже модель оказалась не очень. Вот. И он такой говорит, ну давай хоть на мне типа что-нибудь попробуем, может что-нибудь получится. Вот. А у него такая достаточно короткая стрижка была, там еле-еле на проборчик что-то ложилось. Вот. И в итоге я его взял моделью, и я не планировал делать то, что я делал в итоге. Вообще, я ему стрикнул топ-буки, и до... Тут должна быть такая фотография, как это выглядит для наших маленьких зрителей. Вот. В итоге я считал за месяц до этого, что это невозможно сделать в рамках конкурса в течение часа без зеркала. Раньше тайминг меньше был? Час. 40 минут? Час. Час, час, всё. И я считаю, что это, ну типа, невозможно сделать, и в итоге у меня это получается, и я это ещё и побеждаю там. А ты стрикал до этого? Не, я его стрик очень много раз, этого чувака, но то, что мы на нём делали, я не делал никогда. Ну это к тому, что всё равно важно, что ты знаешь примерно структуру его волоса, костную структуру, какие-то особенности, примерно его референс. Это да, это базару ноль, конечно, это помогает, ты к конкурсу хоть чуть-чуть должен быть готов, но здесь это был даже не его вариант на самом деле, это вообще не было ему никак близко, типа, мы просто подстрились, он под машинку подстригся вечером, и всё, понимаешь, вот в чём дело. Это просто сработало, это было, типа, нам фотку потом покажешь, конечно, Сюда и вот это вставим. Вот, и так вот, ну как бы случайно таким вот образом всё это получилось. У нас каким-то стильком в одежде, то есть весь образ целиком собирал? Слушай, это было из разряда я что-то, какую-то там гавайскую рубашку, по-моему, была у меня она с собой, типа, в которой я обычно работаю, и что-то, по-моему, и джинсовку свою на него накинул, чисто, и всё. Из-за разряда такого прям мы образ не собирали, но так получилось. Ну да, там сбрил я ему усы, я не оставил, типа, вот, всё, типа, всё чисто, вот, да, каким-то примитивными, подручными способами, короче говоря, это всё было создано. Это последний мейнстейдж, где я вёз другую модель, коллегу, и планировал бёрст сделать, и в итоге мне, когда я прилетел в Москву, написал мой модель, который переехал в Москву, говорит, чувак, где подстричься? Говорит, у меня. И всё, я его сразу забираю, я прям знаю, что на него напялить, я поменял там весь образ полностью, планировал одно, сделал другое, но в итоге вот второе. Я знаю, что мне не хватило в чистоте стрижки, типа, я мог бы дотянуть и забрать эти пару баллов. Но? Но не достри. А ты знаешь, ну ты знаешь, да, конкретно, что ты сделал не так? Да, можно было чище сделать просто. Знаешь, проблема самая большая в том, что, например, большинство потом очень негативно на всё реагирует, просто они даже не понимают, что они могли сделать лучше. Вот, я, например, всегда знал, типа, чего я бы мог там исправить на самом деле. Сто процентов. Вот, и я сам по себе такой доёбчивый до себя очень сильно. И даже это вот связано с, типа, с разрешением себе проводить какие-то мастер-классы, да? Я перестал сильно, например, переживать, когда я понял, что до меня доебаться так никто не сможет, как я сам до себя. Вот. Цитаты. Вот. Из разряда ну давайте попробуйте, вы просто заявётесь. Когда ты уже вышел на уровень, когда ты знаешь в вопросе там от и до, полностью всё можешь там на любом вопросе... Да, 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 да. Когда ты понимаешь, что, типа, у тебя есть ответы практически на все возможные вопросы, которые возникают. Через сколько лет ты начал преподавать после того, как вот дошёл до этого? Я начал преподавать после того, как Russian Barber Week выиграл. И это было, да, через пару месяцев. Первый мой мастер-класс был в Санкт-Петербурге. А уже сразу выездной, типа, не... Да, 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 да. И в Екатеринбурге он потом случился только через несколько месяцев прям совсем. Но тогда уже к этому моменту я преподавал уже где-то, наверное, года полтора, может быть, два нулевика. Вот. И тогда уже Жека меня, мой учитель, притащил в школу. И я уже учился преподавать именно непосредственно на нулевиках. Вся моя преподавательская деятельность началась с того, что я ссал преподавать стрижки, так как меня всё-таки Жека учил, а Жека очень, типа, такой мастодонт. Он, когда меня учил... Мировой чувак. Да, он, когда учил меня с нуля, он уже, наверное, он лет 15 преподавал. И, конечно, кто, как он объяснял, разговаривал, и я всегда был на всех его мастер-классах, да, и как бы то, что я слышал, естественно, я понимал, что я так не умею разговаривать, я не пойду ничего говорить никому. Я себе сам не разрешал этого. И я уже что-то умел, что-то понимал, знаешь, но были по-любому это такие моменты, когда ты такой много интуитивно понимаешь, но конкретно по факту не можешь объяснить ещё. И самому себе тоже... Если тебя спросят. Да, 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 тоже не можешь. И поэтому ты такой, да, блядь, пока не буду. Типа, я в итоге потом начал преподавать с косметики. Это всё началось, потому что вот с Рузла, потому что с косметикой работать проще. Ну и плюс вот тогда у меня начались какие-то взаимодействия уже с аудиторией. Типа, я начал выступать и начал переставать это там как бы более-менее там бояться, уже начал с этим справляться. А потом уже с нулевики пошли. С нулевиками я учился уже, наверное, как это делать грамотно. Вот. И делал я это всё, естественно, по Жекиной программе. Вот. И это уже была, ну знаешь, понятная прописанная программа, которую ты исследуешь, и ты уже как бы ну опытом вот этим вот и по скриптам нарабатываешь свой. А затем у тебя уже появляется ну какая-то пища, чтобы написать свой, допустим, мастер-класс уже. Вот. Но это вот такой вот путь был. Это не из разряда. Я такой стрик-стрик-стрик, опа, меня заметили, я такой преподаем. Сразу курс вот такой. Да, 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 да. Да, то есть там нормальная такая база подготовки была достаточно большая, чтобы я потом мог выйти и вообще людям начать что-то объяснять. Вот. Потому что я видел много всяких там, например, выступлений, на которые я смотрел и думал, блядь, а почему их поставили на сцену, и они там типа могут ответить потому, что на какой-нибудь вопрос. Главное, уверенность. Да, да, да. Нет, это базару ноль. Но, опять же, это не совсем круто. Типа из разряда, что я себе не разрешал. Потому что если бы я раньше начал, я бы больше, быстрее бы опыта получил и быстрее бы начал типа более класс, ну, лучше преподавать. Вот и все. То есть можно было и раньше начать и больше опыта получить. Лучший враг хорошего. Ну, да, да, да. Базару ноль. Это сейчас вот так вот, знаешь, из разряда бывает у меня спрашивают, типа начать там преподавать, кто-то хочет там или еще что-то. То я как бы всегда говорю о том, что начинайте как можно раньше. И все. Первое, конечно, все, что вы делаете впервые, будет соусол. Всегда, в любом случае. Вот. Как бы никто не преподает сразу и никто не стрижет классные стрижки сразу же с первого дня. С преподаванием то же самое. Точно такой же навык. Вот. Но сейчас лучшее время, чтобы вообще, в принципе, учиться у нас в индустрии. Во-первых, у нас очень много крутых мастеров. Во всех направлениях, которые существуют на данный момент. Которые работают на... Во-первых, выдают сверхкачество какое-то, очень крутое. Во-вторых, очень много классных преподавателей. Соответственно, срок, за который ты сейчас можешь обучиться всему, он гораздо меньше. Допустим, там вот, когда я в шестнадцатом году начинал, преподавателей было гораздо меньше, направлений тоже было гораздо меньше, и опыта у людей преподавания было гораздо меньше. Сейчас его очень много. И сейчас, вникая в каждую тему, даже вникая глубоко за один месяц, ты можешь так в ней качнуться, что ты будешь абсолютно по-разному в ней шарить до того момента, пока ты заинтересовался ей, и после того, как ты там даже на один мастер-класс сходил, и попробовал там что-то подстричь пару раз. Вот. Это лучшее время, чтобы учиться сейчас. Особенно интернет на это влияет. Да, 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 конечно. Куча онлайн-курсов, обучений. Вот. Еще плюс, знаешь, онлайн появился, тебе не надо лично куда-то ходить. То есть, вот я раньше, что я делал? Раньше не было возможности мне к кому-то сходить, допустим, да, либо человек не проводил, либо еще что-нибудь. Либо в Нидерландах. Я, да, 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 я смотрел прямые эфиры и пытался высмотреть какие-то детали, как люди-то делают. Пытался подчеркнуть, ой, тут так, блядь, машинку он держит, так вот так что-то проводит, я так же попробую, походу вот так вот надо что-то сделать, вот. И я пытался эти детали высмотреть и повторить. Вот. А сейчас тебе говорят, блядь, вот онлайн-курс, я там все говорю, как делать, короче говоря. Причем досконально, тоже там вплоть до градусов. Да, 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 да. Тогда мне приходилось все брать, когда бы, если бы были, наверняка я бы, наверное, этим всем пользовался, учитывая свою фанатичность типа к работе. Сейчас обученческий весь этот опыт, он, ну, колоссальный уже по сравнению с 16-м, там, 15-м годом. Абсолютно, мне кажется, на другом уровне, учитывая, что, во-первых, появилось много новых мастеров, и эти новые мастера, они, например, какие-то убеждения старые из индустрии, да, они, ну, и в их головах они не сидят, типа, это вот все, типа, грубо говоря, наши люди. Они их подвергают сомнению. Да, 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 и они, ну, достаточно, ну, барберы сейчас хорошо осведомлены обо всем, в принципе, в техническом плане, то есть уже это не из-за разряда, там, вот так делаю, потому что чувствую, вот, а уже тебе конкретно все четко могут объяснить, разъяснить и в техническом плане выполнить это на высоком уровне, потому что все-таки для меня вот лично барберинг это все-таки технари, в первую очередь. А потом уже? Ну, а потом уже, типа, все остальное, типа, а потом уже, знаешь, из-за разряда делать мир красивее, вот, но вот я, например, знаешь, так вот разделяю, вот есть парикмахерский мир какой-то, и там первая задача, это, типа, украсить этот мир. Это может быть даже, типа, касается, типа, такого женского направления, или, знаешь, есть, например, мужские мастера, которые вот из парикмахерской, какой-то, да, индустрии, как бы не из барберинга, вот, у них же видение абсолютно другое, стрижки выглядят по-другому, вот, в барберинге же все хотят, чтобы было идеально ровно или идеально плавно, чтобы тут вообще переливалось все, и тут в основном преобладают технические аспекты, и первое время в барберинге было неважно, типа, блядь, у чувак на чужого похож, но его зафейдили все равно, типа, да, там с неэпическим градиентом, да, очень, типа, красивым, но, по сути, он как бы был неуместен, да, на тебе, вот, то сейчас все начали пытаться, во-первых, вникать в образы, и начали пытаться это, ну, украшать людей с помощью этого, вот, с помощью вот этих вот высоких технических навыков, то есть, в барберинге больше заморочен на технике, а потом уже на всем остальном. Часто на всех баттлах я все больше замечаю, что оценивают в первую очередь, наверное, баланс и уместность образа. Ну да, они это, безусловно, всегда, как бы, как конечная цель уместность результата на модели, грубо говоря. Даже в тех же фейдах, где, вроде как, раньше решала чистота этого фейда, сейчас баланс, стиль, образ определенный и конкретно уместность стрижки. Да, но я не думаю, что это, типа, первостепенно. Это возникает только тогда, когда возникает спорная ситуация. Тогда этот фактор, он, естественно, влияет. У кого чувак приодет, у кого чувак, типа, более пропорциональный, тот и победит, естественно. Ну, если хреновая стриж, там, конечно, ты не будешь оценивать. ну, естественно, да, типа. На баттлах, как правило, вот последние все баттлы, нет плохих работ у финалистов, ну, то есть, они всегда хорошие, крутые. Я помню, после баттла по фейду, я вот так, я старался не смотреть вообще, что ребята делают, потому что это сильно сбивает, и я посмотрел потом в конце, и думаю, блин, крутые работы, у всех клевые. Да там даже смотреть некогда, просто, когда ты участвуешь. Раньше я смотрел, раньше ты стрижешь, такой, поворачиваешься, а там у типа уже просто все готово полностью. Он уже волосы смахивает, у тебя полголовы еще не готово. Я когда участвовал, мне вообще было не до этого, я думал, как бы мне успеть, что-то мать. Надо, надо быстрее, 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 быстрее. Ты смотрела, что делают другие чуваки? Ну, я смотрела только вот рядом, Олег Бакин, который делал. Ага, это финальный баттл, когда их двоих выставили на Абуланках, чтобы спорно. Когда был у него с Макдональдса, вот этот чел. Это офигенная работа, мне очень понравилась, классная. Образ вообще. Образ сумасшедший, крутой. И работа была очень яркая. Вот это, ну, я видела, потому что он яркий, рядом сидит, такая хрена себе. Вот в итоге-то всем запомнился Бакин со своей яркой работой. Ну да, да, а не Ната Сичева. Да, я помню, что Ната стригла, кого она стригла, и какой образ был в целом прикольный. Но чувак взял яркость у этого образа, вот он запомнился. И мне кажется, что это вот где-то с 19-го года тянется, типа, или с 21-го, может быть, РБВ, когда начали делать образы всё-таки, и делать, начали коллекции. Соответственно, из людей начали делать не просто стрижки, а начали делать персонажей. Стилистов каких-то. Да, да, вот. Соответственно, ну, как бы, началась работа в целом. Уже. А у нас какая задача первостепенная? Украсить человека с помощью волос. Ну вот, всё-таки. А не реализовать свои барберские амбиции на той или иной голове. Это инстаграмная тема больше. Да, да, да. Вот. И здесь очень важно вот этот баланс находить, потому что вот сейчас, допустим, вот прикинь, ты молодой барбер какой-то, недавно вникаешь вот в это всё, и всё, что ты видишь, это всё картинка вылизанная сейчас на высоком уровне, красивая, которая... Отфотошоплена. Да, 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 которая отредактирована, требует там высокого навыка, собственно говоря, и стрижки, и доработки в редакторе, и сфоткана красиво, и всё. То есть там очень совокупность большой, большого, да, 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 большой работы, короче говоря. И ты думаешь, что ты это в жизни начнёшь встречать, вот. Но, ну, как правило, типа, если ты это увидишь, то это так, типа, формат исключения увидишь, да, может быть, и то на каком-то конкурсе, скорее всего, вот, потому что это делали специально. И у тебя в голове вот эта вот надуманная картинка, она очень долго сидит, пока ты не поработаешь какое-то время, не столкнёшься с реальностью, и не поймёшь, что, типа, ну, всё очень сильно зависит от материальчика, который тебе попал в кресло, короче говоря, вот. И что хорошего материальчика достаточно мало, в принципе. Как оказалось. И это, знаешь, даже, ну, не то чтобы хороший, это смотрибельный материальчик, вот. Тот, который сможет красиво передать камеру. Потому что... Это должен быть фактурный. Да, да, да. Всё, что мы называем, например, уёбищными волосами, они могут и не такие уж и уёбищные, знаешь, на самом-то деле быть просто. Их камера не очень-то красиво считывает. Вот ещё дело. А если она плохо считывает, мы не можем выразить свой труд в этом. И мы такие, да, блядь, хуёбило. Факт. Волос херовый. Да, да, да. Чувак херовый. Многие ребята просто мне говорили, новички особенно, типа, мы вот смотрим Инстаграм, там вот такие работы, а мы по факту стрижём там, типа, не то, и клиентам это не нужно. И ты ему там делаешь какую-нибудь жёсткую линию веса в кропе. Он такой, а можно стушевать это всё? И это их расстраивает сильно. Вот эта картинка, которую они видят, и то, что они по факту делают. Да, да, конечно. Конечно, это контрастирует очень сильно с реальностью. И вот смотри, ты начинаешь хотеть это воплотить на каждом, но пока ещё не понимаешь, что это невозможно. Это после каждого мастер-класса. Да, я помню отлично, как я, вот знаешь, так же, как все, болел Фэйдом, типа, первые там пару лет. И я помню, как я на полчаса опаздывал, я помню, как я там с Заворониным наблюдал в Инстаграме там, и думал, ебать, как-то сделать так вот, типа, пока не познакомился с редакторами. Вот. И я прям реально опаздывал на полчаса на следующего чувака, потому что я просто переход ковырял. И верил, что, ну, такое получится сделать сейчас. Ещё и без лампы там. На каждом. Да, да, да. Без лампы там, без всего я там. У меня, на самом деле, до сих пор даже все мои старые работы выложены в Инсту. Если вас очень сильно захотеть, можно отмотать. Там у меня, конечно, выложено, по-моему, больше тысячи стрижек вообще в Инстите. Можно отмотать, посмотреть в самом начале, там ничего пиздатого нет. Хотя времени и трудозатрат там потрачено невероятно. Не, гораздо больше. Аморально сколько сил там потрачено. Страданий. Да, там вообще было просто вот. Но я после первого года своего начал выкладывать работы. и делал это постоянно до сегодняшнего дня. У меня в Инсте тоже можно отмотать. Ты удалила у себя? Нет, у меня есть моя первая стрижка с базы еще. У меня тоже с базового курса прям если отмотать там вот эти первые стрижки, я их прям в презентацию ставил на курсе. Там обычно типа чуваки, которые вот крутые, и дальше мои вот эти первые работы идут и все-таки. Я на них рассказываю там ошибки, где я там проебался, что я не сделал. Да, хороший, кстати, пример. И это не вгоняет в заплуждение. Вот в чем дело. Что все всегда идеально. Да, да. В итоге ребята говорили типа о, прикольно, что я увидел твои какие-то первые работы, потому что смотришь Инсту, конечно, я там типа и стригу сейчас лучше, и редакторами умею пользоваться и так далее. И они говорят, блин, типа мне стало проще из-за того, что я понял, что у каждого свой вот этот путь, он довольно длительный. Что вы все живые люди. Все начинали с чего-то. Да, да, да. И, ну, во-первых, ты еще показываешь, что как это может быть в жизни выглядеть на самом деле. Типа и с чем ты будешь все-таки сталкиваться на самом деле. Особенно в первый год работы. Да, да, да. Вот, допустим, все практически мастер-классы сейчас это что-то из разряда творческого вдохновения и создания картинки красивой. Вот. Я вот, например, в один момент понял, что типа, ну, у меня есть возможность сделать мастер-класс не инстаграмный, типа, и вот это как раз-таки тут стрижки в потоке. Стрижки на потоке. Да. И на самом деле все меня привыкли видеть как у скучника какого-то, но я все это время работал с клиентами, которые абсолютно не имеют ничего общего с картинкой хорошей в инстаграм. Вот. Вот. Мне было интересно. Как мы говорим, с уебищным ростом волос, с тройными макушками, с вихрами на челке, которая никак не поднимается, да, как-то делосмотрибельно, с пигментацией на висках, там. Вот такой треугольной формой. Да, с пятнами, с какими-то там, да везде, короче, где можно. В этом у меня было гораздо больше опыта, чем вот в каких-то там, да, олдскульных стрижках. Потому что олдскульные стрижки, это было мое в один момент просто увлечение от потоковых стрижек. Там я мог реализовать себя как мастер. Конкретно вот свои вот эти барберские амбиции закрыть. А все, что, ну, как бы, все, что мы ловим там с клиентами каждый день, я это делал все это время и до сих пор с этим сталкиваюсь, до сих пор это делаю. И у меня в этом опыта гораздо больше о том, как, блин, обыграть какой-то нибудь, там, знаешь, торчащий висок левый, который в обратную сторону загибается, там, либо какой-нибудь вихор на челке или там двойную макушку, как про стричь. Ну, то есть, я в этом больше понимаю гораздо, чем в каких-то там олдскульных стрижках. И я решил, что, ну, надо сделать об этом мастер-класс. И как бы он такой, реально антиинстаграммный просто. Типа, вот вам реальная жизнь. И тут прикол в том, что я даже специально говорю, типа, вот давайте уебищных моделей найдем каких-нибудь. Вот чтобы там набор был, вот всего-всего, о чем вот типа под репу чешут обычно мастера, когда сталкиваются с этим. Потому что, когда ты видишь красивую картинку в инсте, там, конечно, все идеально лежит, и макушка никогда не торчит, и все там нормально, и все там классно. Вот, и ракурс всегда там идеальный. Это про кастинги моделей, когда перед мастер-классом приезжает спикер. Мой единственный кастинг, скиньте мне в телеграм-фотку, я посмотрю, скажу, окей, и все, поехали. Длина подходит. Да, 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 реально. На самом деле так мне не надо их встречать, там, посматривать за день. Я завтра посмотрю. Типа перед стрижкой вместе со всеми. Я начал последние года полтора брать моделей, ну, таких среднестатистических чуваков на фейт, просто для того, чтобы это было интереснее в плане, ну, потоковой работы. Потому что, когда ты берешь идеального чувака, у него равномерный волос, одинаковая там пигментация волоса и так далее, и так далее, ты делаешь, чуваки такие на отработке стригут вот этих игривых ребят, и у них не получается, они такие, блин, что-то я, наверное, не натягиваю. Но это из разряда, когда ты, типа, посадил, насадками поводил, и все получилось. Да, да, в две насадки с пропуском там еще бахнул, и отлично получилось, еще ножничками я так два раза сделал. Да, 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 и все готово. Сейчас я беру чуваков, которые, ну, среднестатистические ребята, я просто на них показываю какие-то ошибки, какие-то там небольшие фишечки, которые позволяют это дотянуть до какого-то крутого результата. Ну, это и ошибками-то сложно, значит, называть, типа, это особенности все. Ну, да, да, конечно. Это сейчас мне, наверное, ценнее, если человек реально что-то вынес с мастер-класса, а не просто посмотрел, когда я там охуенно подстригал. Да, 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 да. Да, вот это вот базару ноль, конечно. это в первую очередь. Модель, конечно, важна, но важно содержание того, что в ней будет вообще в принципе. Как бы хорошо получилось базару ноль, сфотографируем, классно, типа, снимем что-то, ну, как бы несмотребельно, но несмотребельно, окей. Это пришло, наверное, с опытом, когда я перестал запариваться на тему того, что у меня получится на мастер-классе, не получится. Вот эти первые мастер-классы, когда ты стрижешь, и ты не уверен, получится у тебя прям круто или нет. Ну, да, да, ты уже сделал выводы и понимаешь, почему здесь круто получается, а почему здесь нет. И ты можешь конкретно уже на это ответить. Раньше ты не знал, почему так получилось. Типа, ты думал, возможно, я не доработал. И упрощаешь себе задачу тем, что находишь идеального чувака с идеальной стрижкой. Да, 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 да. Сейчас я такой, ну, вот тут я проебался, можно поправить вот так. Вот тут есть такая фишка, можно вот так это сделать. Очень важный момент. Помнить о том, что вот именно то, о чём мы сейчас говорим, это не значит, что, например, инстаграмная картинка говно. Это значит, что то, что транслируется, например, туда, оно требует гораздо более высоких скиллов. И то есть, это выражение высокого уровня мастерства, так скажем. Именно конкретно в каких-то там изображениях. И на самом деле это тебя ведёт всё равно только к развитию. Вот и всё. Потому что, когда ты умеешь сделать хорошую, классную, жирную картинку, в большинство навыках ты всё равно используешь даже на чуваков, которые, типа, сильно не подходят. И у тебя в любом случае получается гораздо лучше. Плюс фотография, плюс свет, плюс редакторы, плюс, возможно, стилист, если это какие-то коллекции. Да, да. Там просто больше сфер, в которых можно себя проявить, качнуться. Да, да. И то есть, это всё равно, типа, левелап определённый. То есть, это не надо воспринимать, знаешь, с разряда, ну, всё, инстаграм говно. Я за реальные стрижки. Это реальная жизнь. Вот. Нет, это не так. Это просто уровень, как бы, прокачаться. До такой степени, что ты можешь уже и демонстрировать это на каком-то, типа, сверх качестве. Вот, знаете, я сам для себя такое придумал. Вот есть хорошее качество стрижки. Это когда ты смотришь в зеркало и видишь всё классно, ровно, плавно и всё такое. Вот. Но когда просто хорошее качество, местами ты подставляешь камеру и такой, ну, блядь, не очень смотрится. Вот. Но в жизни и в рамках, там, типа, для клиента, для тебя в отражении в зеркале, всё смотрится, ну, типа, всё чётко, красиво. И то есть, для жизни это идеальный вариант. А есть сверх качество. Вот сверх качество, это уже, да, 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 для контента. Но, опять же, тут в чём дело-то? Чтобы камера считывала, типа, что-то именно передавала именно так, как ты бы хотел, это надо делать, ну, типа, в X3 того, что, как бы, хорошо выглядит в жизни. И не всегда X3 в жизни потом хорошо тоже бывает, да, выглядит. Допустим, объём какой-то в камере, он должен быть гораздо больше, чем он реально в жизни выглядит, чтобы он там хорошо читался, например, и читался ли вообще. Это, опять же, про тот самый опыт, что не попробуешь, не узнаешь, когда ты потом посмотришь, что на фотке вообще абсолютно не то, что ты видишь перед собой. Да, даже, знаешь, типа, вот сейчас ты можешь в любой теме разобраться, даже не ходя на обучение, а просто подписаться на кого-нибудь и посмотреть на того или иного, да, там, всякие мини-туториалы, если ты там немножко уже что-то понимаешь, база у тебя есть, то ты сам сообразишь, что как делать. И прикинь, вот ты берёшь, допустим, какой-то попадур, допустим, хочешь подстричь, неважно там какой, и ты вот делаешь первый раз, и делаешь его первый раз, и делаешь десятый раз, и вот десятый раз, это абсолютно другая стрижка, нежели первый, а это всего лишь 10 попыток, и эти 10 попыток, они могут быть за месяц, а могут быть за два, а могут быть за неделю, но прикинь, типа, это всего лишь 10 попыток, а уровень абсолютно разный, и ты типа, у Якс уже через неделю на другом уровне, это вот мы как про конкурсы говорили, прикинь, ты за месяц до конкурса был, с одним качеством работал, через месяц уже работаешь с другим. Абсолютно. А это всего лишь месяц прошел. А ты, если вот так репу почешешь и подумаешь, то это вообще вот так прошло. И такой, типа, а что я в остальное время делал? Прокрастинировал? Да, да, да. Типа, ну, да я на потоке работал, некогда был устал. Нужно заставлять себя постоянно прогрессировать, учиться. И чем больше ты это будешь делать в свободное от работы время, тем быстрее ты вырастешь? Базар. Вот я очень много внимания уделял тому, что делал не в рабочее время. Я очень много работал с моделями, и большинству я, наверное, научился именно после рабочего времени, когда я стриг моделей, нежели даже на мастер-классах. У нас такая схема была, мы работали там с 10 до 10, потом оставались, модель стригли. Вот, фоткали, снимали и все такое. Мне очень, типа, нравилось, и я готов был там до часу ночи торчать на работе, потом в 10 снова приходить и дальше продолжать работать. Вот. И я очень фанатично к этому долгое время прям относился. Ну, конечно, я там чемпион мира по перегранию был. Вот. Но я просто не бросал работать. Я считал, что если у меня что-то не получается, значит, я мало для этого сделал. И я шел дальше, просто работал. Вот. Но это не к очень хорошему эмоциональному состоянию приводит. И тут важно успеть тормознуться, отдохнуть, и у тебя начнет реально само получаться уже. У тебя просто все встанет на места. Я же просто долбился, типа, вот, знаешь, в одну точку. В итоге у меня получалось каждый раз одно и то же, но без какой-либо прогрессии. И в один момент ко мне приходили модели, а я еще его не подстриг, но я уже недоволен. Тоже в голове себе представил. Да, да, да. Это уже, прикинь, типа, на уровне вот на таком у тебя в голове оседает. Это как бы ненормальная история. Тут надо тоже успевать, типа, тормознуть себя. Но мне хотелось просто добиться результатов. Мне хотелось именно получить признание от коллег, которые конкретно этим занимаются. У нас же как работает? Мы по первости начинаем стричь, и первый респект, который мы получаем, это от клиентов. Вот. Клиенты, как бы, все ты такое радуешься первое время, и все это классно. Но клиенты – это люди, которые не разбираются в том, чем ты занимаешься. Ты разбираешься, ты мастер здесь, и ты несешь, короче говоря, вот все вот эти знания и информацию. Ты здесь доносишь это все. И мне хотелось, чтобы меня, например, положительно оценили мои коллеги, либо ребята, за которыми я наблюдаю, те, за кого я там референсом считаю, да, например. И вот именно, наверное, в погоне за этим и за получением вот этого высокого качества, вот это меня и мотивировало, наверное, это все делать постоянно и безостановочно, в принципе. И, ну, и, естественно, если бы я не видел, наверное, прогресс, я бы не продолжал, но он постоянно был, не было такого никогда, что я такой, типа, вот стригу полгода и ничего не меняется. Вообще постоянно. Вот даже по сей день, допустим. Это полезная для новичков информация про то, что ты получаешь больше. Блин, если на игры переводить, то XP больше получается вот с этих моделей, которых ты стрижешь после рабочего времени. Да, 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 да. Ты пошел, попрокачивался просто. X2. Чуть-чуть больше. У тебя там level up раньше настал. Да. Если просто стрижешь поток, как правило, мастера, ну, за кем я наблюдал, кто просто стрижет поток, не модели, они так медленно, планомерно, по чуть-чуть, годами прогрессируют. Да, они, знаешь, они... Особо быстро нету вот этих резких скачков. Они как будто, типа, очень долго проходят сюжетные квесты. Да, да, да. А ты, типа, мог сразу на допчике, типа, уйти, дополнительные квесты эти второстепенные попроходить, да, 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 и раз, там прокачиваться гораздо сильнее и пройти это все, всю основную сюжетку очень быстро. Топ-квесты, короче. Да, 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 вот такая вот история. Сколько у тебя в потоковых стрижках, вот мне всегда было интересно, у скульщики, там, вот такие работы, вот так это выглядит, сколько у тебя по факту в потоке подобных стрижек? Вот из клиентов процентов 20. Ну вот, потому что я думаю, что и у меня, и у многих, может быть, у тебя тоже бытовало мнение, что вот, если ты мастер, там, который зарекомендовал себя в олдскуле, что у тебя все клиенты с помпами, вот эти сайт-парты, там, куча остальных. Ну, во-первых, работать в одном направлении, это неинтересно на самом деле. Когда ты еще пиздюк, я по себе это помню, я думаю, ебать, олдскульный барбершоп, мы стрижем только бомбадур, сайт-парт, флощадки, вообще все супер, то тогда мне казалось, это очень крутая идея, и я думаю, было бы круто работать в олдскульном барбершопе, но вот, допустим, у меня была поездка в Бразилию, и я проводил там четвертый мастер-класс подряд, а им надо было олдскул, прямо вот такой вот, прямо жирный олдскул конкретный. Вот, это не то, что я, типа, здесь привык показывать на, типа, естественные волосики. Там нужно больше. И я уже, да-да-да, ну там вообще можно вот все, типа, вся раскрывать свой потанцевал внутренний. Ты проводишь третий, и ты понимаешь, что, блядь, тебе опять этот помпадур сейчас показывать, опять этот сайт-парт, эту площадку, ну и тоже опять то же самое. А спрос бешеный? Не особо, на самом деле, типа, самый бешеный спрос в плане образования в России. Короче, ты имеешь в виду среди клиентов или среди барберов? Среди барберов, которые идут на это обучение. Они все, там единственное, что там отличается от нас, там очень много мастеров, которые фанатеют за традиционную школу вот эту барберингу. Люди, которые там стригутся ходят, у них одинаковые запросы, то же самое, что и у нас. Хотят, чтобы все само лежало, ничего делать не надо было, ничего не торчало, и было все такое. Но мастера, они очень это любят, и они доносят своим клиентам именно об этой культуре. Они рассказывают в первую очередь, и у них поэтому много таких вот похожих людей. Но они могут стричь в таком формате, укладывать их, но они потом будут достаточно свободно в варианте это как-нибудь носить, типа, из разряда с утра на мокрый причесался, оно там как высохло, так высохло, вот и все. Ну и они, в принципе, будут все равно выглядеть хорошо. Что мы знаем о Бразилии? У меня сразу стереотип такой, там, бразильские сериалы, футбол, что еще. Загорелые попки. Олдску. Ну да, кстати, вот и меня когда приглашали на мероприятие, которое называется Barber Park, оно у них раньше проходило, по-моему, раз в два года, и они устраивали это мероприятие, и у них была презентация духов, по-моему, своих, и они пригласили чувака из сериала «Острые козырьки». Которого? Да, протусоваться там, который Финн Шелби, который играл младшего брата, да. Рыжий такой. Да, 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 да. Вот, и вот мы с ними тусовались, там ходили, типа, поужинали, и вот на мероприятии вместе ходили. Все, там все заценили мой стиль сразу же, типа, с костюмчиками, со всеми делами, с этими. Не затерялся на фоне? Не, не, там, типа, я слишком белый для этого. Про аптеку ты заговорил, я как-то наткнулся на их инстаграм-аккаунт, московский барбершоп, который на традиционных как раз ценностях, на традиционном мужском сервисе и олдскульных стрижках. Бывал у них? Нет, не бывал никогда, но знаком. Знаком с чего-то, да. Вот, они же как раз тоже как и с кором, шором, как правильно? С кором, да. Они как раз позиционируют себя как олдскульные барбершопы, в инстаграме у них только олдскульные стрижки, и вот мне тоже интересно было, насколько у них прям клиентская база именно под эти стрижки. Ну, слушай, все-таки, так как они работают уже далеко не первый год, по-моему, 17-го года, что ли, они существуют, и они есть по сей день, и их очень многие знают, ребята, те, кто вникает об этом. Ну, плюс они сейчас начали делать еще, они начали делать свои пики, эти афропики, начали делать свои расчески. И, во-первых, афропика – это одно из лучших, чем я пользовался вообще, в принципе, из пик, в принципе. Многие даже не знают, что это такое. Да, да, да. Ну, мы тут картинку поставим. Во-вторых, они его и Бертус отправляли, на самом деле он тоже с ним видосы выкладывал. И они начали делать расчески из разряда, типа, похожей на насадки, типа, начинающиеся с 10 миллиметров. Чтобы сразу задавать. Да, да, да. Ты там можешь и картуировку подстричь, и все. Вот они мне присылали на тест расческу 10 миллиметров толщиной и расческу 28 миллиметров. Сколько? Да, она вот такая здоровая, толстая, типа. И вот у чувака, допустим, торчащие волосы, ты просто ее заводишь по форме головы, приподнимаешь волосы, вот так вот все срезаешь, и у тебя, в принципе, ровный силуэт получается. У нас, я уверен, что площадку-то никто не стриг, то есть это отдельная категория мастеров, я знаю, вот на ум мне только приходит из местного барбершопа Утопии Коля Ильчанин. Ну, он всегда на стильке, там, бакенбарды, помп, и вот он как раз тоже топит за эту тему. Он недавно вот выкладывал работу, буквально сегодня. Тоже интересно, насколько часто вот такое можно применить. А, это квиф, да. Ну, тут офигенно, точно прикольно. Тоже закинем потом фотографию сюда. Насколько это можно применить, да, это все от истории, на самом деле. Я флотоп стриг в своей жизни за шесть лет работы один раз на своем же коллеге. Ага, ну смотри, короче, что касается площадки. Это самая точная стрижка, которая существует вообще в принципе. Факт. У которой нет подвижности никакой. Ты либо подстриг ее ровно, и она со всех сторон ровно выглядит, либо неровно. Все, тут один, тут только такие варианты. Для того, чтобы ее подстричь, в плане скилла, это технически самая сложная стрижка. И когда ты можешь это исполнить, то работа от, не знаю, тушевки до работы с какими-то торчащими структурами волос тебе просто постижима вообще абсолютно. Это знаешь, вот как экзамен на точность, грубо говоря. Типа, если ты ее подстриг, то ты потом можешь легко вообще любую там форму, что касается на торчащих волосах, спокойно интерпретировать. Вот, площадки же разные бывают. Есть, например, с острыми углами, есть там, например, кругленькие вообще, есть милитари, где с наивысшей точки размывается, да, и у тебя тут посередине озера такое получается, вот. Элемент вот этот, где она еще в подъемной геометрии, да, Псайка. Псайка – это когда у тебя такой ракет широкий выбрит, а здесь все поднято, и он не в серединку, а он такой плоский, как площадка, типа, грубо говоря. Блин, я покажу сейчас фотку, и скажешь мне, оно это или нет. Это мой коллега, я подстрик ему стандартный текстурный кроп, и он через неделю на лысо побрил. Я обиделся. И из-за этого он говорит, да, давай так, ну, типа, я отращу стриги, что хочешь вообще, что хочешь. А я как раз хотел попробовать что-то такое, думаю, блин, придет чувак, а я же ни разу вообще не стриг подобное. Я ему бахнул вот такую вот стригу. Ага. Ну, он был кругленький, да, очень спереди наверняка. Нет, спереди там как раз вот такой квадрат, чуть с скошенными углами. Ну, и сбоку это вот такой трамплин для блох получился. Ну, тут выглядит хорошо. Спасибо. Потом я тебе расскажу про него, если тебе интересно. Но и в плане переход, самое главное, переход расположен правильно. Вот, потому что зачастую большинство не понимает, как его надо вообще располагать. Я когда начал сбривать, я увидел, что у него макуха лыс, а вот здесь такие две же, короче, штуки. Ну, из-за плоскости получилось. Думаю, блин, вроде похоже. Ну, да, так и есть. А это, по сути, треугольник развернутый. При этом он его никак не укладывал и ходил, как чушка постоянно. Челка такая. Клиенты все косились, очень странно. А у него, ну, вот эта щетка зубная, и он ее как-то еще там, она лежала странно. Все косились и такие, о, необычно. Да. А что, и такое носит? Типа вперед расчесал, как ресничка получилось. И он сам такой чувак, очень яркий, поэтому ему простительно как будто было. Да не, ну, понятно, но это все, мы говорим про стрижки, которые подразумевают все-таки, типа, уход за собой в первую очередь, типа, из разряда тут нельзя их рассматривать вообще в другом ключе. Но это образ какой-то все равно должен быть. Да, конечно, образ. Я просто к тому, что это, короче, тебе дает офигенные навыки, вот, в плане точности в работе. И это применимо абсолютно к любым стрижкам, будешь ли ты делать суперплоские их, как в флотопе, может быть, круглые делать какие-то, за что угодно. Ну вот, и это тебе дает хорошую базу. Да весь олдскул дает офигенную базу, потому что там тебе надо уметь стричь и на оттяжках, тебе надо там делать какие-то, например, сверхточные контура. Вот, и я про контур, я имею в виду линию веса. Вот, в олдскуле есть, типа, линия контура, она там называется, да-да-да-да-да. Это штука. А, типа, ну, например, в фейдинге она линией веса называется, вот. И там... Это правильно, угол, угол проекции. Кто-то Юра Шевелл тут тоже. Ну, это кто как придумал, так в книге написал. Вот. Короче говоря, надо делать четкий контур, уметь делать. Надо уметь делать хорошую укладку, надо уметь правильно прорабатывать волосы. То есть там вообще все аспекты, которые есть, они как будто гиперболизированы все. То есть если ты делаешь контур, то он должен быть идеально ровный. Если ты делаешь, там, например, площадку, да, она тоже должна быть идеально ровная. Но при этом там еще и переход должен быть все-таки ровный, да, если ты его делаешь как-никак. Если ты делаешь укладку, то она должна быть, типа, суперграфичная. Да, суперграфичная, она должна идеально монолитная быть везде, то есть ты везде должен все простричь, во-первых, ровно, во-вторых, еще и проработать ровно, но, естественно, это все еще и без ровной окантовки тоже выглядит как бы соу-соу, поэтому тебе надо еще супер ровную окантовку сделать, чтобы это все реально смотрелось, и вот если мы возьмем по частичкам какие-то отдельные типа аспекты, там они во всей красе просто проявляются, и когда ты их как бы научился делать, то ты все что угодно можешь теперь уложить, подстричь и все такое, вот, это очень хорошо взращивает тебя, да вообще, потом проецировать это в любые стрижки можно, и я это понял только, когда этого всего научился, то есть я в моменте просто вовлекался этим, и все. А потом оказывается, что это нужно. Да, а потом оказывается, я такой, о, господи, а что, еще и так можно, и это вот здесь можно, и там можно, вот. Когда родители тебя в детстве на секцию водят, а потом такой, а, вот это мне пригодилось. Да, 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 и потом из этого, из этого вот всего у меня как раз-таки перешло к тому, что я начал просто минимум стайлинга использовать, минимум кладочных, там, и всего такого. Вот, но это только потому, что я, как бы, прокачался до такой степени. В батл не хотел бы залететь? Снова? Нет. Отпустило? Я сейчас отлично понимаю, для чего это все было, и это все равно, опять же, вот, как я раньше говорил, это была попытка заявить все равно о себе определенное, да, как и транслирование своей работы, да, в инсте. Вот я, например, хотел, чтобы меня заметил там какой-нибудь Бертус, там, и прочие люди, да, которые, там, в инсте для многих являются, там, какими-нибудь кумирами, да, определенными. И получилось, там, через, там, пару-тройку лет так, что все люди, за которых я был подписан, начали быть подписаны на меня. Типа, все, я, как бы, знаешь, закрыл вот этот киштальт определенный. Плюс в конкурсе я уже повыигрывал, и внимание к себе я привлек. Вот, все. Сейчас я, типа, выступаю спикером, и меня ставят судьей. Учитывая, что я был со всех сторон в этом во всем, то я лучше буду со стороны судьи сейчас, чем буду, например, там, забирать внимание у ребят молодых, которые могут о себе заявить. Вот и все. А если бы это... Пофанится. Да, да, если бы это был какой-то батл не в России, оффлайн, не онлайн. Я с удовольствием бы поучаствовал в этом. Мой встреч не закидывал? Нет. А что там, есть олдскул, что ли? Ну, я просто, когда ты участвуешь спикером, наверное, странно участвовать, типа, участникам. Да, мы общались как-то с Жиром, говорит, блин, я так скучаю по батлам, я бы прям с кайфом залетел. Ну, тут просто, видишь, я вот отлично помню все эти ощущения, это классно, типа, готовится, не готовится, но сейчас там даже эта подготовка это будет сложно назвать. Скорее всего, ты выйдешь, и будешь батлиться среди школьников, просто, и все. И что тогда? Да, как-то это не особо честно, что ли, получается. Сейчас скоро должны вроде как анонсировать следующий РБВ. Я вообще жду, не дождусь, любимое моё мероприятие. В последний был в 21-м году, для меня он первый был. Мне тоже. И последний на данный момент. Что ждёшь от него? После мэнстейджа, где огромная площадка? Ну, я, во-первых, жду кучу барберов, в первую очередь. Вот, и всё-таки я влюбился в барберинг именно в тот, наверное, больше традиционный барберинг, и конкретно в мужское направление, чем в нынешние фестивали, где начинают совмещать всё-таки с всякими женскими, да, там, с парикмахерским миром. Вот, и всё-таки формат Барберкинга мне более близок, и хотелось бы хотя бы увидеть то, что было. Там, скорее всего, будет что-то новенькое, наверное, что-то классное такое придумают, но я, в общем, очень сильно это жду. Конечно, я там буду выступать по-любому. Хотел у тебя поинтересоваться по поводу того, что ты думаешь о нынешних тенденциях в нашей профессии в плане обучения. Так как ты директор Академии Мануфактура, мы тут тоже... Немножко. Ни хрена с горы. У нас своя академия, и НАТО в ней, как и я, тоже является спикером. Что заметил вообще за последнее время, как меняется подход к обучению? Если он меняется вообще. Ну, давай так, чтобы никто не обижался, я не директор, арт-директор. Поэтому на то место я не мечу. Что касается тенденций в обучении. Все прохавали, что хотят сесть стричь быстро, хотят с этого зарабатывать. И все начали, типа, в основном... Во-первых, все начали делать. Во-вторых, очень много людей начало ходить непосредственно на всякие потоковые истории. Вот этого стало гораздо больше. И сейчас приписка к каждому мастер-классу в потоке. Типа, олдскул на потоке. И олдскул инстаграм. Да, да, да. Вот всякая такая шляпа стала. Я говорю, если раньше, типа, все превращали все это в арт-историю какую-то, то сейчас все начали, наоборот, ближе как-то к реальности заниматься. Но это классно. Типа, это стимулирует. Главное, я говорю, чтобы потом не было такого, что такие, ну, мы вроде с настоящим разобрались, типа, дальше скилл качать не надо. И так все нормально, так все идет. Но тут, опять же, у каждого своя заинтересованность в профессии. Типа, кому-то достаточно за креслом встречи, он будет, как бы, счастлив. И даже если он будет это на супер, пизда, там, уровне делать, типа, даже с суперкачеством, но вот он не хочет транслировать там никуда свою работу, не хочет преподавать, это, как бы, все равно классно. На самом деле, это и есть наша работа. Основная. Ну, да, есть такие, кто ремесленники, им по кайфу, и как бы... Да, не всем дано быть преподавателем. Это определенный, там, склад ума, наверное, даже. А еще, знаете, есть люди, вот, допустим, да, кто проводит вот какие-то открытые мастер-классы по определенным темам, работая с мастерами уже с опытом. А есть люди, кто, например, работает только с нулевиками. И с нулевиками работа, это очень специфичная история. Я делаю это на протяжении трех лет, я не хочу больше этим заниматься. Это морально очень тяжело. Мне тяжело смотреть на результаты и, типа, оставлять их такими, какие они есть, не переделывая за учениками. А когда ты переделываешь, ну, ты же только себя этим успокаиваешь. Типа, они имеют право на свою работу и на то, как они ее выполнили, и надо ее такой же и сохранить. Типа, от того, что ты десять раз перестрижешь и, может быть, что-то объяснишь, как, например, можно сделать по-другому, пока он с нуля учится, для него это просто мусорная информация. На самом деле. Ты только себя этим успокаиваешь. Вот. И, ну, у меня от этого слишком сильно глаз дергается, поэтому я морально, как бы, не готов эту всю историю принять. И мне комфортнее работать с мастерами уже, собственно говоря, с опытом. И мне нравится показывать какие-то технически сложные вещи, нежели какие-то, допустим, примитивные. Но, опять же, есть вот преподаватели, у которых... Ну, вот склад в мае, видимо, такой, что им комфортно работать, например, с нулевиками. И такие должны быть, и такие тоже очень много делают для нашей индустрии люди. Как учителя в начальной школе. Да, да, вот реально же то же самое. И, типа, не каждый сможет это выдержать. Знаете, я один раз попытался еще чувака один на один выучить, но я чуть... Ну, это было неприятно. Вот. Вот, типа, там первые недели может была норма, потом я уже, как бы, ну, заколебала, мне было тяжело чисто морально. Сколько у тебя стоит стрижка? На данный момент 2,5. Не так дорого по... Да, да, да. Но я вот постепенно повышал, то есть, начиная там с... Сколько там? С 8 лет назад, да, у меня было 1200. И вот она потихоньку-потихоньку повышается. И вот сейчас я пока дошел плавно до 2,5. Ну, причем повышается постепенно с 1000 до 1200, потом с 1200 до 1400, а потом ты берешь такой 2, 2500. Да, да, да. Ну, 3,500. Вот этот процент, он сильно больше становится. Да, но к тебе начинают ходить другие люди, вот в чем дело. И они это не чувствуют так, как тебе до этого. И тоже кайфово от этого. Абсолютно, абсолютно. Потому что у меня столько крутых чуваков, которые могут меня чему-то научить. Это тоже клево. Мы обмениваемся какой-то инфой. Много таких чуваков в разных сферах, которые могут тебе чего-то... Много чего интересного рассказать. Какие полезные контакты. Да, это всегда связи, и информация бесконечная. Это вот опять же про общение с клиентами. Как и ты сам. Типа для них тоже, ты же по сути переносчик информации. Обожаю наши работы за это. Да, лучшая работа в мире. Звучит как тост. Простяка нет. Украшать и общаться. Спасибо вам, куда смотреть. В этот раз туда. Спасибо вам за то, что потратили полтора часа своего времени. Спасибо тебе, Богдан, за то, что приехал. Удачного тебе завтра мастер-класса. Я буду. Отлично. НАТО тоже будет. И в следующий выпуск НАТО будет проводить без меня с нашим новым гостем, потому что я уезжаю наконец-то за рубеж. Ездил за граник и поеду смотреть, что там за рубежом. Как раз тот момент, когда нужно отдыхать. Спасибо большое, что пригласили. Я, на самом деле, до этого смотрел ваши подкасты и всё время хотел здесь оказаться. Ну и вот это случилось. Вселенная тебя услышала. Всё, спасибо. Всё, подписывайтесь на наши соцсети, на соцсети Богдана. Мы их тут прикрепим обязательно. Мой инстаграм, Натин инстаграм, инстаграм Сибирская школа барберов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь. А, блядь, не поговорили про эти... Про... Нидерланды. ...барберинг.